Чтение слов всемогущего Бога. Разоблачение антихристов. Пункт седьмой. Они нечестивы, коварны и лживы. Часть первая. Если сравнивать лживость и коварство с нечестивым характером, то их степень относительно легче и не столь глубока. Если их степень не глубока, то зачем я здесь о них упоминаю? Антихристы действуют и говорят лживо, необъяснимо и непонятно, создавая у окружающих впечатление, что они коварны и лживы, так что обычные люди не могут докопаться до истины происходящего. Антихристы действуют и говорят лживо и не могут ужиться с людьми, которые простодушны, честны и стремятся к истине. Вместо этого они часто играют с такими людьми и используют их. Будучи в полном неведении, эти люди становятся игрушками антихристов. Те их обманывают и даже используют. Конечно же, такое поведение и такие методы, используемые антихристами, не так вредны для людей. А что причиняет людям сильный вред? Куда хуже нечестивый характер антихристов и то, что по причине своего нечестивого характера они вводят в людей в заблуждение, контролируют и угнетают их. Что касается поступков антихристов, у них всегда есть мотивация и намерения, о которых они не могут никому рассказать. Они никогда и ничего не посвящают Богу, не имея на то причины, и не делают ничего для кого-либо или для Божьего дома без причины или без вознаграждения. За каждым их действием и словом стоит мотивация, намерение, и как только их намерения и мотивация обнажаются, или их амбиции и желания разрушаются, они ищут возможность уйти. В глубине сердца они думают, не стоит посвящать и отдавать себя, если на то нет причины. Это не стоит моих усилий. За веру в Бога надо что-то получать. Если кто-то посвящает себя Богу, не прося награды, то это просто глупо. Их логика такова, бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Они определяют совесть и разум, поведение и добрые поступки, которые должны быть свойственны нормальным людям, как глупые и неразумные. Это ли не нечестиво? Это невероятно нечестиво. Например, Божий дом выпускает те или иные обустройства работы и обеспечивает определенную заботу о жизни братьев и сестер, которые выполняют свой долг. Однако антихристы препятствуют им изнутри. Если бы обустройства работы исходили от антихриста, и, зная это, братья и сестры чувствовали бы, что обязаны быть ему благодарными, тогда антихрист был бы в первых рядах. А если братья и сестры не знают, кто составил эти обустройства работы и, думая, что их составил Божий дом, благодарят Бога, то разве антихрист смирится с этим? Ни за что. Обустройства работы не пойдут дальше антихриста и не станут выполняться. Братьям и сестрам идет на пользу то, что Дом Божий издает эти рабочие обустройства, и это способствует большему расширению евангельской работы. Это большое дело, связанное с Божьей работой. Так как же должны сотрудничать в этом деле те, кто выступает в качестве руководителей? Они должны сделать все возможное, чтобы хорошо сотрудничать и осуществлять эту работу. Однако некоторые антихристы препятствуют этому изнутри и в течение двух лет не осуществляют работы. Какова здесь причина? Это сатана создает препятствия и помехи. Некоторые церкви находятся под контролем антихристов и злых людей, которые мешают им, а братья и сестры, исполняющие свой долг, остаются без присмотра. Это радует антихристов, и в своем сердце они думают, «Хватит и того, что я обладаю такой чудесной вещью и такими огромными благами». Разве могут получать пользу все братья и сестры? Чем может повредить антихристу то, что братья и сестры получают пользу? Ничем. Они получат пользу. Все получат пользу. И это будет замечательно. Подумайте о ситуации в целом. Ты не должен этому препятствовать, не должен ставить этому препоны, а должен с радостью осуществлять это. Разве это не нормально? Таков долг человека, который тот должен исполнять, и это твоя обязанность. Один аспект заключается в том, что тебе это ничего не стоит, а другой – в следующем. Разве не все желают, чтобы евангельская работа развивалась? Когда антихристы видят братьев и сестер, наслаждающихся Божьей благодатью, завидуют ли они им? Чему они завидуют? Разве антихристы не демоны? Почему же антихристы не выполняют эту работу? Потому что завидуют. Принимают ли они во внимание то, что выполнение этой работы будет полезно для развития евангельской работы? Затрагивает ли это их интересы? Какое отношение это к ним имеет? Никакого. Но они не выполняют этой работы, и в этом их нечестивость. Они – живые дьяволы и должны быть прокляты. Когда речь идет о деле, касающемся работы Божьего дома и стольких людей, исполняющих свой долг, они совершенно не задумываются о последствиях. Будь у них хоть капля добрых намерений, они не смогли бы пойти на это. Почему они так поступают? Это злодейство, это нечестивость. Делаете ли вы такие вещи? Если вы способны поступать так, то вы ничем не отличаетесь от антихристов, и вы тоже – живые дьяволы. Вы не должны так делать. Есть и такие антихристы, которые видят, что в церкви есть злые люди, часто мешающие церковной работе и бесчинствующие в церкви, но не обращают на это внимания. Когда их просят разобраться с такими людьми, они отнекиваются и откладывают дело на потом. Они не думают об интересах братьев и сестер. Они думают только о том, чтобы их собственная репутация не пострадала. Вот и все. Они думают, «Меня сделали лидером», поэтому последнее слово должно быть за мной. Я обладаю абсолютной властью и авторитетом. Если я отлучу того, кого ты мне велишь отлучить, то это покажет мое полное бессилие. Я должен обеспечить, чтобы братья и сестры знали, что эти люди находятся под моей опекой и являются моими подчиненными. Кому они противятся? Богу. Разве противление Богу – это не нечестивость? Это нечестивость. Знаешь ли ты, что такое человек? Бог дал тебе дыхание, и если ты не знаешь такой важной вещи, то разве это не делает тебя глупым? Бог может в любой миг оборвать твою жизнь, но все равно ты отчаянно ополчаешься против Бога. Это нечестиво, и ты живой дьявол. Поэтому один из аспектов заключается в том, что вы должны стремиться к истине и не идти путем Антихриста. Кроме того, вы должны знать, как различать Антихристов. Столкнувшись с Антихристом, нужно внимательно наблюдать за ним. И если видишь, что он собирается совершить плохой поступок, то нужно немедленно остановить его и объединиться с братьями и сестрами для того, чтобы разоблачить его, проанализировать, отвергнуть и отлучить. Недавно я услышал о том, как несколько молодых братьев и сестер в одной церкви объединились, чтобы сместить лжелидера. По мне, так эти молодые люди достигли прогресса. Они не живут сатанинскими философиями, могут практиковать истину и действовать в соответствии с принципами, и они намного лучше, чем большинство людей. У большинства людей есть философия отношения к миру. Они так глубоко отравлены сатаной и еще не сбросили с себя его влияние. Способность устранить лжелидера показывает, что человек понимает истину и может защитить работу Божьего дома. Это хорошо. Это говорит о том, что человек достиг жизненной зрелости и может хорошо исполнять свой долг. Сегодня, беседуя и разоблачая аспекты сущности Антихриста – нечестивость, коварство и лживость, а также все их различные проявления, мы видим, что Антихристы по своей сути противостоят Богу. Некоторые люди говорят, «Даже если у меня есть характер Антихриста, антихристовой природы сущности у меня нет, и я никогда не перейду в разряд Антихристов». Что вы думаете о таком отношении? Даже если сущности Антихриста у тебя нет, все же у тебя есть эти проявления и откровения Антихриста, ты живешь тем, чем живет Антихрист, и у тебя есть характер Антихриста, и поэтому тебе грозит опасность пойти по пути Антихриста. Когда есть статус, влияние и капитал, стать Антихристом для тебя – это лишь вопрос времени, и это факт. С каким намерением я говорю это? Я говорю это за тем, чтобы подать сигнал тревоги и сообщить вам следующий факт. Если кто-то начинает следовать по пути Антихриста, есть два возможных расклада событий. Один из них заключается в том, что ты вовремя обнаружишь это, сменишь направление, поразмышляешь над собой, покаешься и сможешь подчиниться подчиниться Божьему планированию и обустройствам. Это лучший вариант, и у тебя появится надежда на спасение. Однако, если ты не сможешь пойти по пути стремления к истине, то когда ты совершишь много зла и получишь определение Антихриста, о последствиях страшно и подумать. Вы понимаете? Да. Хорошо, что понимаете. Что я имею в виду? Я имею в виду, что если у тебя есть проявление Антихриста, то еще остается пространство для маневра и возможность покаяться. Но как только ты становишься Антихристом, ты в опасности. Поэтому, когда обнаруживаешь, что в тебе есть проявление Антихриста, нужно изменить курс, искать истину и решать эту проблему. Не стоит относиться к этому делу легкомысленно. Иначе, получив власть и возможности, ты будешь безрассудно совершать злые поступки и вносить в работу Церкви нарушения и помехи. Ты не сможешь справиться с последствиями, и это, скорее всего, скажется на твоем итоге и на твоем месте назначения. Сегодня мы ясно изложили существенную разницу между нечестивым характером Антихристов и нечестивым характером обычных людей. Теперь вы ее понимаете? Все развращенные человеческие существа обладают нечестивым характером, и во всех них раскрывается и проявляется нечестивый характер. Однако нечестивый характер обычных людей и нечестивый характер Антихристов отличаются друг от друга. Хотя обычные люди и обладают нечестивым характером, в их сердцах есть стремление к истине и любовь к ней, и в процессе веры в Бога и исполнения своего долга они способны принять истину. Хотя истина, которую они могут притворить в жизнь, ограничена, они все же отчасти могут практиковать ее, и таким образом их развращенный характер может постепенно очиститься и действительно измениться, и в конце концов они смогут основательно покориться Богу и достичь спасения. Антихристы же совсем не любят истину. Они никогда не принимают ее и не притворяют ее в жизнь. Вы должны стараться наблюдать и проявлять проницательность в соответствии с тем, что я здесь говорю. Будь то церковный лидер или работник, или обычный брат или сестра, смотрите, могут ли они притворять истины в жизнь в пределах того, что способны понять. Например, кто-то понимает некую истину принцип, но когда приходит время притворять ее в жизнь, он вовсе ее не практикует, а делает, что хочет и поступает легкомысленно. Это нечестивость, и такого человека трудно спасти. Некоторые люди толком не понимают истины, но в сердце своем хотят искать именно того, что соответствует Божьей воле и согласуется с истиной. В глубине сердца они не желают идти против истины. Лишь потому, что истина им непонятна, они говорят и действуют в нарушении принципов, совершают ошибки и даже делают то, что вызывает нарушения и помехи, какова природа этого. Природа этого не связана с совершением зла. Это происходит по глупости и невежеству. Они поступают так исключительно потому, что не понимают истины, потому что не способны достичь истины принципов и потому, что согласно своим представлениям и фантазиям, они считают правильным так делать. Поэтому они поступают так, и Бог определяет их как глупых и невежественных, лишенных уровня. Это не тот случай, когда люди понимают истину и идут против нее намеренно. Что касается лидеров и работников, которые всегда поступают согласно своим представлениям и фантазиям и часто нарушают работу Божьего дома, потому что не понимают истины, то по отношению к ним нужно практиковать осуществление надзора и введение ограничений, а также практиковать более частое общение об истине, чтобы решать возникшие проблемы. Если у кого-то слишком низкий уровень и он не может понять истину принципы, то пора отстранить его как лжелидера. Если же он понимает истину, но намеренно идет против нее, то его нужно подрезать. Если он по-прежнему не сможет принять истину и не выражает раскаяния, то с ним нужно поступить как со злым человеком и вычистить. Однако природа антихристов гораздо серьезнее, чем природа злых людей или лжелидеров, потому что антихристы намеренно мешают церковной работе. Даже если истина понятна им, они не практикуют ее, никого не слушают, а если слушают, то не принимают услышанного. Даже если на первый взгляд они принимают услышанное, в глубине души они ему противятся, а когда приходит время действовать, они поступают в соответствии со своими собственными предпочтениями, совершенно не считаясь с интересами Божьего Дома. Когда они находятся в окружении других людей, они говорят человеческие слова и обладают неким человеческим подобием, но когда они действуют в закулисье, то проявляется их демоническая природа. Это антихристы. Обретая статус, некоторые люди совершают всевозможные злодеяния и становятся антихристами. А некоторые люди не имеют статуса, но их природа сущность такая же, как у антихристов. Можно ли сказать, что это хорошие люди? Стоит им обрести статус, и они творят всевозможное зло, это антихристы. Есть ли среди вас те, кто обнаружил, что сам является зарождающимся антихристом и чувствует, что если получит статус, то гарантированно на сто процентов станет антихристом? Если это так, то когда другие хотят выбрать тебя в лидеры, ты ни в коем случае не должен позволить им это сделать. Нужно сказать, я беру самоотвод, пожалуйста, не выбирайте меня, если выберете, то для меня все будет кончено. Это называется самосознанием. Отсутствие статуса – это твоя защита. Будучи обычным последователем, ты, может, никогда не получишь возможности совершить великое зло, и вероятность того, что ты будешь наказан, может оказаться нулевой. Но стоит тебе обрести статус, и стопроцентный становится вероятность того, что ты совершишь зло, как и вероятность того, что ты будешь наказан, и тогда тебе придет конец. ты полностью уничтожишь все шансы на спасение, какие имел. Если у тебя есть амбиции и желания, то тебе следует поспешить и помолиться Богу, искать истину для решения проблемы, полагаться на Бога и практиковать самоограничения, а не упиваться своим положением, и тогда ты сможешь нормально исполнять свой долг. Если ты вечно ориентируешься на официальные титулы и упиваешься своим положением, а исполнению своего долга не уделяешь внимания, значит, ты мошенник и должен быть отсеян. Когда ты принимаешь на себя некий долг, не сосредотачивайся на положении, ты должен просто хорошо исполнять свои обязанности. Правильное ведение дел реальнее всего остального. Если ты сможешь хорошо исполнить свой долг, то разве ты не угодишь Богу? В твоем случае это последний шанс избежать совершения зла. Хорошо это или плохо постоянно ограничивать вас и не давать вам возможности получить статус. Это хорошо. Так почему же некоторые люди до сих пор так стараются бороться за статус во время выборов? У таких людей слишком много амбиций. Когда у людей слишком много амбиций, это ненормально, они не не честивы. Есть много молодых сестер, все они в возрасте двадцати с чем-то лет, которые хотят иметь официальную должность и очень любят статус. Если их не выбирают в лидеры, они дуются и перестают есть. Пусть они выглядят немного по-детски, но если учесть их настойчивость, с годами ситуация станет безнадежно серьезной и они станут экспертами, так ведь? Некоторые женщины слышат о том, что однажды одна женщина сделалась императрицей и испытывают невероятную зависть, желая быть как она. Они не хотят быть обычными и в своей вере в Бога они не желают быть просто обычными последовательницами. Их сердца постоянно горят желанием и как только появляется шанс проявить себя, они им пользуются. Они ведь не просто занимаются делами, исполняют свой долг и некоторые обязанности, твердо стоя на земле и вкладывая свое сердце в стремление к истине. Как замечательно бы было, если бы они так поступали. Однако такая жизнь не может их удовлетворить и они не хотят жить такой скучной жизнью, им это тяжело. Есть ли среди вас такие? Возьмем, к примеру, женщину, которая любит вести разгульный образ жизни. Как бы хорошо не относился к ней муж, и сколько бы денег у него ни было, он никогда не сможет удержать ее сердце. У некоторых женщин много детей, а они все равно бездумно пытаются соблазнять мужчин, и ни один мужчина не может за ними уследить, это нечестиво. Откуда берется эта нечестивая энергия? Она исходит из их природы. А как возникает их природа? В них живут нечистые духи. Такие женщины являются перевоплощениями нечистых духов. Вопросы духовного мира сложны, но какими бы сложными они ни были. Если человек понимает истину и может рассматривать эти вопросы в соответствии с Божьими словами, тогда он может обладать проницательностью, и это называется прямым проникновением в духовный мир. Когда ты понимаешь истину, то можешь видеть вещи четко и точно, твое мышление также становится гибким и ясным, а сердце просветляется. Если ты не понимаешь истины, то в твоем сердце всегда будет беспорядок, в глубине души тебе не будет ясно, что ты делаешь, и ты будешь словно идиот, боящийся свернуть что в ту, что в другую сторону. Ты будешь бояться, что если сделаешь побольше, то окажешься хвостуном, а если не сделаешь, то не исполнишь своего долга. Ты вечно будешь находиться в таком состоянии. Это потому, что у тебя слишком мало понимания истины. Каково первое проявление того, кто слишком мало понимает истину? Он живет убогой и бесполезной жизнью. После того, как антихристы забавлялись с ним, издевались над ним и пинали его из стороны в сторону, в день пробуждения такой человек осознает, что водил компанию с антихристами, служил им и работал на них, говоря при этом, что антихристы любят Бога и верны Ему. Только сейчас он видит, что использовал все эти слова неправильно. Разве это не крайне бесполезно? Почему это бесполезно? Так происходит из-за того, что он не понимает истины и получает по заслугам. Если ты поймешь истину, то сможешь распознавать антихристов и видеть их насквозь, а затем разоблачать и изгонять их. Смогут ли они тогда и дальше вводить тебя в заблуждение, будешь ли ты по-прежнему следовать за ними? Нет, конечно. Более того, ты слышал столько проповедей, столько лет Божий дом поливал тебя и взращивал, так что если ты не понимаешь никакой истины, если не можешь распознавать антихристов и даже не выполняешь тех обязанностей, которые должен выполнять, и в итоге водишь компанию с антихристами и становишься их пособником, то разве это не делает тебя бесполезным? Разве подобные люди не жалки? Если ты формально следуешь за Богом, но антихристы вводят тебя в заблуждение и дергают за ниточки, ты идешь путем антихриста в течение нескольких лет и хочешь повернуть обратно, но не имеешь смелости взглянуть в глаза своим братьям и сестрам, то разве не бесполезен такой образ жизни? Как бы ты ни огорчался, это бесполезно. Чья вина в том, что ты не понимаешь истину? Винить тебе некого, кроме как самого себя. В общей сложности мы побеседовали о семи различных проявлениях антихристов. Что касается конкретных проявлений, то все сказанное нами относительно каждого из них, сущности, которую мы проанализировали, а также различных обстоятельств, вовсе не высосано из пальца, а обосновано и строится на фактах. Однако есть один момент. Если после того, как вы услышали эти вещи, вы попросту не в состоянии сопоставить их с реальными событиями, то, о чем это говорит. В первую очередь это показывает, что вам не хватает духовного понимания, и даже если вы иногда и понимаете что-то, то это лишь полупонимание, а не полное духовное понимание. Во вторых, это демонстрирует, что вы не любите истину и не воспринимаете ее всерьез. В третьих, что ваш уровень слишком низок, и вы совершенно не способны к пониманию. Я много говорил о разоблачении антихристов, но ничего из этого ты не понял. В моменте тебе может казаться, что ты понимаешь, но позже сказанное становится неясным, и это говорит о том, что ты все еще не понял этого. Почему ты этого не понимаешь? Связано ли это как-то со способностью к пониманию? Когда я объясняю вещи до такой степени, а вы все еще не понимаете, это означает, что у вас слишком слабая способность к пониманию и что вы не обладаете ни малейшей способностью постичь истину. Верно я говорю? Вот как обстоят дела. Среди вас есть люди, которые слушают проповеди уже 10 или 20 лет и все еще не понимают истины. Как мы можем это объяснить? Есть только два объяснения. Одно из них заключается в том, что вы не обладаете духовным пониманием, ваш уровень слишком низок и вы не способны понять истину. Другое в том, что хотя вы и обладаете духовным пониманием, вы не любите истину и не заинтересованы в ней. Если к вам относится одно из этих двух объяснений, значит, вы не способны понять истину. Если к вам применимы оба варианта, значит, вас уже не спасти, и это безнадежно. Если после того, как я закончил беседу, вы все еще не можете сделать соответствующее сравнение с собой и не понимаете, что я имею в виду, то, что это говорит о вашей способности к пониманию, не слишком ли она слаба? Если бы вы были более ленивы, жаждали комфорта, не любили истину, имели личные предпочтения и отвлекались на посторонние дела, эти слова оказывали бы на вас все меньшее и меньшее влияние, и их эффект был бы значительно меньше, так и происходит. На самом деле антихристов очень легко распознать. Один из моментов выяснить, какими методами они действуют, а другой посмотреть, каков их характер, каково их направление в жизни и взгляды на бытие, как они относятся к братьям и сестрам, к долгу, к интересам Божьего дома, к Богу, к истине и к позитивным вещам, каковы их принципы действий. Используя эти аспекты, вы в целом сможете классифицировать их. Нужно ли будет еще долго наблюдать за ними и изучать их? Нет. Антихристы не просто занимаются распутством, не просто угнетают людей. Они имеют сатанинскую природу и способны на все. Если, прослушав эти проповеди, ты просто не в состоянии распознать характер Антихриста и не можешь сказать, что то, раскрывается в Антихристах, является антихристовым характером, то понял ли ты хоть одну из них? Ты запомнил доктрину, но не можешь ни с чем ее соотнести, а когда сталкиваешься с реальностью, то твоя доктрина оказывается слабой и неэффективной, и это доказывает, что ты ничего не понял. Если ты уяснишь это в моменте, а затем будешь заниматься молитвенным чтением, если ты будешь часто беседовать об этих вещах с братьями и сестрами, принимать эти истины к сведению и размышлять над ними, и часто молиться пред Богом, то ты обретешь больше. Однако, если ты жаждешь комфорта при исполнении своего долга, расхлябан, не несешь бремени, имеешь личные предпочтения, капризен, не любишь истину по-настоящему, следуешь мирским тенденциям и интересуешься делами внешнего порядка, то ты не сможешь хорошо исполнять свой долг. В конце концов, те истины, о которых мы беседовали, ни к чему не приведут, останутся лишь слова и доктрины, и это будет означать, что ты слушал все это напрасно. Слушаете ли вы потом эти беседы снова? Сколько раз вы можете их прослушать? Оказывают ли они разное воздействие каждый раз, когда вы их слушаете? Обдумываете ли вы их после этого? Какие впечатления остаются у вас после их обдумывания? Что до тебя, то могут ли эти проповеди стать для тебя принципами практики и критериями развлечения людей и всего сущего в твоей жизни? Я могу сравнить некоторые очевидные черты характера и проявления антихристов с собой, то есть со своими словами и действиями, явно направленными на то, чтобы завладеть сердцами других. Я думаю о Божьих словах разоблачения и знаю, что природа моих действий это завладеть сердцами других и что я хочу достичь некой цели. Однако мне все еще не хватает умения различать людей и я целенаправленно не сопоставляю Божьи слова с людьми, что меня окружают. Скажи мне, если ты хочешь ясно увидеть себя, ты смотришься в зеркало или в грязную лужу? В зеркало. Чем полезно смотреться в зеркало? Можно яснее увидеть себя. Поэтому если ты можешь различать только себя, то этого очень мало. Нужно также научиться различать других. Различать других это не значит намеренно причислять их к антихристам, но скорее иметь принципы оценки и развлечения речи и действий разных людей. Для человека это полезно и также это позволяет относиться к людям правильно, в соответствии с принципами, что благоприятно для достижения гармоничного сотрудничества при исполнении своего долга вместе с другими. однако то, чего можно достичь, полагаясь только на самопознание, дает лишь ограниченные результаты. В стремлении к истине нельзя сосредотачиваться только на познании себя. Нужно также сосредоточиться на притворении истины в жизнь с целью достичь результата покорности Богу. Сосредоточившись только на одном аспекте, никогда не достигнешь полного понимания истины, не войдешь в истину реальность и не будешь расти в жизни. Это практически то же самое, что понимать только слова и доктрины, и так ты не сможешь познать Бога. Те, кто действительно понимает истину, могут видеть насквозь все сущее. Они не только знают самих себя, но и способны различать других, а также видеть насквозь всех людей дела и вещи. Только так можно как следует исполнять свой долг и быть тем, кого использует Бог. До какого более глубокого и нового понимания вы дошли в отношении нечестивого характера благодаря сегодняшней беседе о проявлениях нечестивого характера антихристов. Поделитесь этим. Больше всего меня сегодня взволновало то, что Бог сказал, что если мы ведем себя как антихристы и намеренно препятствуем и мешаем работе Божьего дома, то мы живые дьяволы. Бог говорил о некоторых людях, которые не выносят, когда кто-то лучше них, и я задумался о себе. Я понял, что во мне особенно силен дух соперничества, и когда я вижу, что у кого-то, с кем я вместе исполняю свой долг, больше достоинств, чем у меня, то расстраиваюсь и постоянно хочу превзойти его. Я чувствую, что мое состояние похоже на состояние живых дьяволов, которых разоблачил Бог, и вижу, что природа этого дела серьезнее, чем я себе представлял, и это пугает меня. Я никогда не понимал этого достаточно глубоко, и теперь, когда я вижу, насколько силен этот мой развращенный характер, то очень расстраиваюсь. Теперь ты это понял. Развращенный характер человека сложнее кратковременных проявлений. У него есть первопричина и то, что мешает тебе его отбросить, постоянно руководит тобой, заставляет тебя проявлять столько развращенности, будучи не в силах сдерживать себя. Люди не могут четко объяснить, почему они такие, и не могут это контролировать, таков их характер. Если человек может ясно осознать подобный развращенный характер, то это один из элементов прогресса. Когда речь идет о развращенном характере такого рода, то если вы можете искать истину и разглядеть его сущность, если вы можете принять Божий суд, испытание и переплавку, и таким образом можете достичь состояния, в котором вы практикуете истину и по-настоящему покорны Богу, то тогда этот развращенный характер может измениться. С этого начинается практика истины на основе ее понимания. Большинству из вас сейчас очень трудно сдерживать себя, когда вы проявляете свой развращенный характер, и это означает, что вы еще не начали практиковать истину. То немногое, что вы делаете, исполняя свой долг, в основном держится на личных интересах, предпочтениях и даже на импульсивности, и это имеет мало отношения к изменению характера, верно? Верно. Отлично. Сказанное взволновало тебя. Кто еще хочет выступить? Послушав сегодня Божью беседу, я чувствую сильное волнение. Раньше я считала, что нечестивость означает говорить довольно-таки лживо, не высказываться откровенно, всегда притворяться и обманывать других. Услышав, как Бог сегодня разобрал, что такое нечестивый характер, я узнала, что нечестивость означает противление истине и позитивным вещам и противоречия им, и что если кто-то противоречит истине и позитивным вещам и противится им, то в этом и заключается его нечестивый характер. Раньше я так поверхностно понимала, что такое нечестивый характер, но теперь, услышав Божью беседу, я обрела новое понимание. Кроме того, меня очень потрясло то, как Бог сказал, что канадская команда по производству фильмов будет на год классифицирована как группа Б. Я была по-настоящему шокирована, услышав это, и в том, как Бог поступил в этом случае, я вижу его праведный характер. Я вижу, что ни один человек в этой команде не практиковал истину, и это создало огромные препятствия в работе Божьего Дома, что меня очень рассердило. Последнее время люди в нашей команде находятся в похожем состоянии, то есть не несут бремени нашего долга. Когда наша нагрузка стала меньше, чем раньше, мы не стали строить четких планов исполнения своего долга и исполняли его халтурно, просто коротая дни. Послушав сегодня Божью беседу, я вижу, что если человек не практикует истину и не стремится к прогрессу в исполнении своего долга, если он несерьезно относится к истине, то Богу такое отношение к исполнению долга отвратительно. Я осознала также, что мы должны ценить время и возможности для исполнения своего долга. Если мы не будем дорожить своим долгом, то когда время, в течение которого Бог ожидает нас, и возможности, которые Бог нам дает, будут растрачены, Божий гнев обрушится на людей и сожалеть будет слишком поздно. Похоже, что на вас нужно немного надавить, верно? Замечательно! Это реальная проблема, и когда вы собираетесь вместе, то должны побеседовать о том, как ее решить. Вы должны регулярно проводить совместные беседы, подводить итоги и разрабатывать новый план. У каждого есть своя миссия в этой жизни, в том числе и у меня. И если человек не живет ради своей миссии, то в этой его жизни нет никакой ценности. Если в твоей жизни нет ценности, значит твоя жизнь ничего не стоит. Почему я говорю, что она ничего не стоит? Ты будешь жить словно ходячий труп. Ты не будешь заслуживать жизни. Если ты не выполняешь свои обязанности и не осуществляешь свою миссию, значит ты не заслуживаешь того, чтобы наслаждаться всем, что дает тебе Бог. Что это означает? Это означает, что Бог в любой момент может все у тебя отнять. Бог дал, Бог взял, так и происходит. На самом деле, у каждого из присутствующих здесь сейчас есть своя миссия, просто у всех вас разные задачи. Есть своя миссия и у неверующих. Их миссия мутить воду в этом мире и ввергать общество в беспорядок, чтобы людская жизнь была все более мучительной и чтобы люди гибли в бедствиях. Ваша миссия содействовать Божьей работе, распространять Божьей Евангелие и новую работу, одновременно с этим постигая истину и достигая спасения, это радостнее всего. В истории человечества не было ничего более радостного и более счастливого, чем это. Нет ничего важнее этого. Это величайшее дело в жизни и это величайшее дело в истории человечества. Если ты отбросишь свою миссию и не станешь исполнять свой долг и обязанности, то твоя жизнь не будет иметь ценности и в жизни для тебя не будет смысла. Возможно, ты еще жив и проживешь остаток своей жизни в этом мире, но жизнь не будет иметь для тебя никакого смысла и ценности. Допустим, есть человек, который никогда не слышал об истине или о Божьем пути, и еще один человек, который когда-то знал, что такое Божий план управления и понимал Божий путь, но в итоге не обрел ни истину, ни жизнь. Так скажите мне, если бы оба этих человека жили в мире, испытывали бы они в глубинах своих сердец одинаковые чувства? Неверующие не знают своей миссии, у них нет чувства миссии. Ты знаешь, откуда взялась твоя миссия? Знаешь, что Бог Творец Владыка Всего Сущего? Знаешь, что люди произошли от Бога и должны вернуться к Нему? А зная все это, можешь ли ты продолжать спокойно жить в этом мире? Можешь ли по-прежнему спокойно влачить свое существование? Не можешь. Раз уж Бог дал тебе эту миссию, ты должен нести ответственность за распространение Евангелия, свидетельствовать другим о Боге, выполнять все обязанности человека, передавать истину, которую ты понимаешь, и свое свидетельство об опыте, чтобы все могли получить пользу, и тогда Бог будет доволен. это на самом деле и есть все то, на что способны люди. Коль скоро вы способны немного пострадать, пойти на небольшие жертвы и чуть меньше жаждать комфорта, вы сможете достичь этих вещей. Таким образом, твой итог будет отличаться от итога неверующих, и Бог оценит тебя по-другому. Это такая редкость. Бог дает тебе это благословение, и если ты не умеешь им дорожить, значит, ты возмутительно мятежен. Раз уж ты выбрал этот путь веры в Бога, не мучься сомнениями, а целеустремленно успокой свое сердце и хорошо исполняй свой долг. Ни о чем не жалей. Даже если сейчас ты не можешь достичь духовного роста Петра и не способен совершать праведные деяния Иова, старайся исполнять свой долг как следует. Что значит исполнять свой долг как следует? Это значит исполнять свой долг в соответствии с истинной принципами и обустройствами работы Божьего дома. Не халтуря, не имея никаких скрытых мотивов и ничего не утаивая, но делая все, что в твоих силах. Тогда ты будешь исполнять свой долг как следует. Бог не требует от людей многого, верно? легко ли этого добиться? Это то, что посильно человечеству и вы должны быть в состоянии достичь этого. Есть ли еще вопросы? Если нет, то на сегодня мы можем закончить беседу. Субтитры